Наконец-то мы добрались до нашего отеля с инструкторией Coral Beach Resort. Так, ну что, и небольшой обзор нашего номера. Собственно, номер у нас улучшенный. Отличается он тем, что у нас небольшие квадратные метры здесь дополнительно в конце. Это вот эта небольшая зона, потому что у обычных номеров вход в балкон где-то будет вот здесь уже. Кровать достаточно большая, удобная. Можно наблюдать, как кто-то моется в душе. Если кто-то откроет шторку, телевизор, мини-бар. Есть всякими соками, еще там с чем-то. Есть у нас шкафы. Два таких шкафа. Халаты, кстати, есть. Сейф, ящики. Вот это у нас ванная с душем. Полотенец всегда достаточно. Туалет, биде. Так, ну и, собственно, балкон еще осталось вам показать. Ну и вот такой балкончик. Что касается обедов, завтраков и ужинов, выбор достаточно большой. Какие-то салатики, макаронные. Овощи, рис. Тоже рис, мясо. Какие-то макаронные, овощи, рыба, рис, мясо. Овощи. Тут можно сделать себе бургер. Супы. Тут тоже жареные овощи. Какие-то местные соусы. Ну и тут, собственно, больше всего, больше половины всего повторяется, то, что было в самом начале. Затекают рыбу. Тут можно сделать пасту, макароны, баланезу. То, что любят. Ну и как же без сладости. Всякие разные сладости, фрукты. Ну и вроде на этом все. Залез вот на такую вышку здесь спасательную. Надеюсь, меня отсюда не прогонят. Расскажу вам по поводу пряжи. У нас есть понтон наш, пряжа сенсатори. Правее у нас понтон барона. В принципе, там и там достаточно хороший коралл. Есть огорожная территория, где можно плавать с масками. Но нам нравится плавать посередине. То есть просто заходишь в воду здесь. Ну и, собственно, так же выходишь на этот коралловый риф и плывешь там с маской. Продолжение следует... Продолжение следует... К слову о дебилах на самом деле. Там вот на заднем фоне у меня парень с девушкой просто в специальной обуви залезли на коралловый барьер и ныряют с него вниз. Как бы, ну, я не знаю, какими дебилами нужно быть, когда здесь на каждом углу висят таблички, что даже просто нельзя докасаться на кораллов. Они туда поплыли и просто ногами на них залезают и прыгают вниз. Просто, честно говоря, таким людям надо самим на голову залезть и с этой головы прыгнуть в воду. Что касается захода на понтон, вот, собственно, мы на него сейчас пойдем. Он вот такой вот. Мы ездили на экскурсию, нам многие говорили, что у них не каждый второй день красный флаг. У нас еще ни разу не было никаких флагов. Каждый день можно купаться. Вот такой понтон. Причем тут есть огороженная территория, чтобы люди на веконе заплывали. Если вот товарищ сзади сидит, он постоянно свистит, когда кто-то пытается зайти в море просто по воде. Скорее всего, это происходит из-за того, что там кораллы, и, наверное, он запрещает заходить по кораллам, чтобы никто их не ломал. Судя по всему, коралл действительно у нас очень классный, потому что сюда привозят лодки с дайверами. И они постоянно нас тут погружаются. Этот факт говорит вообще, в принципе, сам за себя, что как бы тут есть на что посмотреть. Hello! Как дела, обратно? Хорошо! Все хорошо! Сколько стоит верблюд? Кататься 30 долларов. 30 долларов? Да. Хорошо. Дорого? Хочешь кататься? Нет. Так узнать хотел. Хорошо. Как дела, камера? Все хорошо? Все хорошо. Хорошо. Пожалуйста. То есть вот такой вот верблюд стоит 30 долларов. Это вообще какая-то жесть, кажется. И очень многие говорят, что это не очень сильно воняет, что-то не на два пряжа. Например, на букинге, не знаю, каждый второй, третий отзыв, в нем пишется, что как бы очень сильно-сильно пахнет. Хотя вообще запаха не ощущается. Кстати, товарищ на верблюде вытворяет вот такие фокусы. Мы уже зашли на пляж в Сансаторе. Пляж достаточно большой. Вот нам до понтона. И после понтона там еще такое же расстояние. Но весь прикол заключается в том, что в 8 утра уже лежаков свободных нет. То есть все по ходу делают, не знаю, с вечера, что-то их закидывают вещами из самого раннего утра. То есть мы приходим, тут люди просто оставляют какие-то вещи, даже не полотенца, потому что, видимо, их еще не выдают. Где лучше заходить в ходу, вот здесь вот, где каменистый вход, или дальше, где песчаный вход. Сейчас мы с вами это попробуем. Заходим здесь. Конечно, слегка неудобно. Но, в принципе, заходить можно. Лучше все-таки брать с собой или покупать специальный обувь для захода в воду. Но, в принципе, здесь мы зашли нормально. Тут есть небольшие камни, но дальше уже будет песок. А сейчас мы уже переместились в песочную часть пляжи, которая уже в конце территории Сансатори. Попробуем зайти в воду здесь. С виду заход намного лучше. Но сейчас нас будет ожидать небольшой сюрприз. То есть, дальше тут уже не песок, как в той половине, в первой, а очень неприятные камни. Причем там можно провалиться, грубо говоря, по щиколотку. А когда я плавал здесь с маской, я видел тут несколько ежей. Поэтому представьте себе ситуацию, когда вы проваливаетесь в дыру по щиколотку и наступаете на ежа. И вот такой заход будет продолжаться метров двадцать. Поэтому тут заходить в воду вообще в принципе невозможно без специальной обуви. А сейчас давайте пройдем с вами до территории пляжа Барона и посмотрим, как у них обстоят дела с заходом в воду из пляжа. Мы зашли на территорию пляжа Барон. И с виду он, честно говоря, посимпатичнее. Тут можете сами посмотреть. Причем здесь намного больше свободных лежаков. В отличие от Сенсатори. О чем интересно это может говорить? Вряд ли о том, что здесь больше пляжных мест. Скорее всего здесь отдыхает, наверное, более европейская публика. И нету такой дурацкой привычки, как с первыми лучами солнца закидывать полотенце и идти дальше спать. Как у нас в отеле. Пора попробовать заход в воду в Бароне. Давайте это сделаем сейчас. Заход песчаный. И нету никаких камней, как у нас в Сенсатори. Попробуем зайти поглубже. Водичка, кстати, очень тепленькая для середины ноября. Ну что можно сказать? Вот вы сами видите, что камней вообще нет. Поэтому, если вы выбираете между Бароном и Сенсатори, и для вас главный аргумент это пляж и заход в воду, то вам точно нужно выбрать Барон, потому что у Барона пляж намного лучше и больше свободных лежаков. У Барона тоже большая территория. Вот сейчас я вышел на набережную. Попробуем сейчас прогуляться поближе к отелю, посмотреть, что он из себя представляет. А потом мы сможем уже сравнить, что все-таки лучше. Барон либо Сенсатори. Вот сам пляж Барона. Ну, не знаю, мне на самом деле он больше нравится, чем у нас. Как-то здесь поспокойнее, покрасивее, что ли. Песок намного, кстати, лучше. Вот мы подходим к центральному ресепшену Барона. Я не вижу у них бассейнов. Возможно, они где-то внутри. Пока на территории, приближенной к пляжу, бассейнов вообще нет. Только одни фонтаны. Хотя нет, нашелся бассейн. Кстати, достаточно неплохой бассейн. Кстати, у Барона, насколько мне известно, по крайней мере, по букингу, есть два корпуса. Первый корпус это для всех. Вот он находится на первой линии. А также есть корпус, который находится на второй линии. Он называется Adults Only. Ну, то есть, грубо говоря, для взрослых, без детей. И по букингу цены для отеля, который был для взрослых второй линии, были примерно сопоставимы, но чуть подешевле, с ценами сенсатория. А цены на Барон, которые находятся на первой линии, были чуть дороже, чем сенсатория. Ну, чуть, это тысяч на двадцать за десять дней. Тысяч на двадцать рублей. Пока, с первого взгляда, здесь как-то более спокойно и меньше людей. Особенно меньше людей из бывшего СССР, из всех республик. По крайней мере, я тут ни разу не слышал еще пока русскую речь. Ну, наверное, мне повезло. Потому что у нас в сенсатория с каждого лежака доносится что-то похожее. Типа, Людочка, принеси мне два пива. Ну, и, честно говоря, это поднадоедает уже за восемь дней нахождения здесь. Хотя, что мы хотели от нахождения в Египте? Хоть России тут и нету, хотя скоро должна приехать. Но все остальные тут есть. И, в принципе, это то же самое. У Барона и сенсатория общая территория. И соединяет их небольшая улочка с магазинами, на которую мы сейчас и заходим с вами. Тут можно купить всякие разные украшения, травы, чай, маски, ласты, магазин с кремами. В общем, если вы что-то забыли дома, то вы тут это обязательно сможете купить. Плюс там есть пару ресторанчиков, кальянные, насколько мне известно. И как раз через эту улицу можно дойти до первого Барона, который находится на второй линии. То есть люди, которые будут жить там, они будут через эту улицу уходить на пляж. И вот мы уже вышли на территорию сенсатория. Честно говоря, я не могу сказать, какой отель все-таки лучше, Барон либо сенсатория. И там, и там, на самом деле, очень хорошо, поэтому решать вам отзывы, которые мы читали про сенсатория плохие, ну, честно говоря, не подтвердились. Тут вообще плохого особо ничего нет. Ну, кроме того, что большие проблемы с движаками, сама территория отеля у сенсатория мне нравится больше. Она какая-то более современная, что ли сказать. Потому что Барона как будто он какой-то все-таки старенький. А по поводу захода в воду, то Барон тут, естественно, побеждает. Все-таки там действительно песок и никаких камней нету, в отличие от нашего пляжа. Тут около пляжа проходит мини-футбол, волейбол. Постоянно всякие развлечения. Йога проходит там раз-два раза в день. Такая вот территория на сенсатория. Мы живем где-то вот здесь вот. Сейчас мы находимся где-то здесь. Вот это вот корпус, я так понимаю, только для людей без детей. Вот это бассейн, только для взрослых. Там, кстати, никого никогда нету. Это общий бассейн. И вот наш пляж. Вот это вот ресторан, где завтрак, обед, ужин проходит. Детская площадка, где можно оставить детей. Магазинчик с какими-то сувенирами. И еще кальянная, где можно покурить кальян. Кстати, вот бассейн, только для взрослых, без детей. Как видите, народу тут совсем немного, в отличие от пляжа, где нет ни одного свободного лежака. Тут пока кальянов нет, но где-то после обеда все их будут курить. Кальян, кстати, стоит 8 долларов. Еще есть вот такие вот номера прямо около пляжа, с собственным бассейном по всему периметру этих номеров. Они стоят, кстати, незначительно дороже, но как-то мы так уже подумали, что смысла в них особо нету, потому что вот здесь купаться, но когда ты будешь здесь купаться, когда ты лучше пойдешь на пляж. А сейчас мы заходим в бар Тиран, который находится на пляже. Причем как бы вечером он тут работает как ресторан. Покажу, что там будет внутри. Обычно сейчас берутся там коктейли, пиво и прочее. Пивко, коктейльчики. И кто там еще что хочет. И скоро здесь откроется Stone Grid ресторан. Будут жарить еду на камнях. Так что кому-то повезет, кто приедет позже. Мы, к сожалению, не застанем этого. Вот так вот выглядит у нас ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины. Все очень вкусно. Достаточно большой ресторан, много посадочных мест. Это у нас здание главного корпуса. Здесь находится ресепшн. Проходят всякие коктейльные вечеринки, пианино. А сейчас мы с вами заходим на территорию общего бассейна. Есть бар, лежаки. Как видите, достаточно много свободных мест. Потому что все предпочитают отдыхать на пляже все-таки в это время. Вчера проходила пенная вечеринка. Вы можете посмотреть кадры из этой вечеринки. Также тут есть детский бассейн. Вот он сейчас за мной находится. Здесь у нас выдает полотенце. Есть грязь зоны. Тут проходят какие-то ланчи небольшие. И держался за лес тут такой классный бассейн. Достаточно глубокий, подключил практически. С прикольным панорамным видом. Мы сначала не понимали, почему у нас голубые браслеты. Потому что процент 90 людей здесь оранжевые. То есть мы сначала подумали, что это все включено. Хотя странно было, потому что 15% людей здесь в оранжевых браслетах. Неужели они тут все покупают за деньги, типа алкоголя. А потом удалось выяснить. У нас просто эти голубые браслеты. Во-первых, они даются тем, кто забронировал отель напрямую. Потому что мы бронировали отель через букинг. Остальные здесь люди, это пакетные туристы. Процент, наверное, 95 здесь. Кстати, по поводу контингента. Тут процентов 90, на мой взгляд, это бывшие СССР. В основном это Украина. Чуть меньше Казахстана. Ну, плюс там есть итальянцы, немцев. Пару раз я тут тоже встречал. Ну и русских, естественно, тут особо нет. Потому что у нас закрыто пока сообщение прямое. Ну так вот, разница в этих браслетах. В чем? У нас просто включены платные рестораны. Два похода в один из платных ресторанов. Это либо американский ресторан Тиран, либо итальянский ресторан. А мы собрались в американский ресторан. Чувствуя, что я буду сегодня ездить в бургер. Ну вот, мы уже пришли в ресторан Тиран. Заказали по супчику и по второму. Знаешь, ну что, расскажи, какой у тебя по вкусу луковый суп? Ну такой, с египетским налетом, скажем так. Это что значит? Ну, как бы он луковый, но специи такие египетские. Вот, готовься к этому блюду. А вот ки-кукинг? Ки-кукинг? Тахита стейк. Пахита стейк. Барбекю стейк. О, такой дым пошел. Вот, видишь, мы тебя приготовили. Саньте. Ну что, как тебе на вкус? Это что значит? Хорошо. Очень нежное мясо. Черком около главного корпуса. Вот такая вот обстановка. Темно, но стараюсь передать вам атмосферу. Все сидят пьют коктейльички. А вот нам принесли кальян. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо? Да. Настроение как? Хорошее. А вы с Вастей решили сходить на вечернее шоу. У нас такая вот еще территория с магазинчиками. Это недалеко от главного ресепшн. А вот тут можно забронировать рестораны. Барчик. Тут можно заказать такси. Такси стоит до нам, может быть, 12 долларов. До аэропорта 15 долларов. Такой вот ресепшн. А мы будем выселять. А вот так наш отель выглядит снаружи. Вот, наверное, едут уже за нами. Спасибо. 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 Спасибо.